Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете зарубежные новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. В сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Германская авиакомпания Люфганза отменила сотни рейсов из-за забастовки пилотов. Профсоюзы Шотландии приостановили забастовку и празднуют победу. Мир24.TV со ссылкой на Associated Press сообщает, что из-за забастовки пилотов крупнейшая авиакомпания Германии Люфганза отменила 800 рейсов во Франкфурте и Мюнхене. Пилоты требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Ранее сообщалось, что профсоюз немецких пилотов призвал своих членов в Люфганза и Люфганза Карго устроить забастовку 2 сентября. В профсоюзе требуют повышения зарплаты на 5,5% в этом году и автоматического повышения зарплаты выше уровня инфляции в 2023 году. В авиакомпании заявили, что предложили старшим пилотам единовременную надбавку в размере 900 евро, что является повышением на 5% и повышение зарплаты на 18% для начинающих пилотов. Информационное агентство «Красная весна» со ссылкой на The Independent сообщает, что коммунальные работники шотландских городов согласились приостановить забастовку после предложения о повышении заработной платы от местных властей. Первый министр Шотландии Николас Терджин заявила, что рада договоренностям и надеется на завершение забастовки. «Это важно. Рабочие по всей стране борются со стоимостью жизни. И я хочу, чтобы были заключены максимальные справедливые сделки по оплате труда», – цитирует ее слова издания. Она также поблагодарила профсоюз за так называемый конструктивный подход. Напомним, из-за забастовок коммунальных работников улицы шотландских городов были завалены мусором, который никто не убирал долгое время. Пилоты в Германии и коммунальщики в Шотландии своим примером объяснили, что для сохранения своего уровня жизни работникам нужно всем коллективам бороться с инфляцией, которая есть не что иное, как повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Для закрепления результатов забастовки необходимо заключить коллективный договор. Коллективный договор обязывает работодателя исполнять требования работников, которые в нем записаны. Например, периодическое повышение заработной платы выше инфляции. А это значит, что работникам не нужно устраивать забастовку во время которой зарплату не платят, каждый раз, когда в магазинах растут цены. Если же работодатель нарушит коллективный договор, работники имеют право начать забастовку в ответ. Таким образом, работники из угнетенного класса становятся классом руководящим. Если вы не считаете неизбежностью бедственное положение рабочего класса, медицины, образования, науки и прочего, то объединяйтесь с единомышленниками и добивайтесь достойной жизни. Только вам решать всю жизнь быть безвольным объектом, который мирится с угнетением, или выстраивать справедливые производственные отношения, приоритетом которых будет благополучие каждого члена общества и общественный прогресс. Успехов в борьбе, товарищи! С вами был Ильдар с коммунистическим приветом из Нефтекамска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok